Южная Эфиопия, долина реки Ома. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Территория еще недавно нетронутая цивилизацией. Теперь пересечена дорогами, воины коренных племен выходят с палками вместо автоматов защищать право жить на земле отцов. Оставьте в покое нас и наших коров, говорят они. Все началось несколько лет назад с возведения каскада плотин на реке Ома. Одна из строящихся гидроэлектростанций Гиби-3 должна стать крупнейшей в Африке, удвоить энергетический потенциал Эфиопии, а также принести немалый доход в государственную казну. Часть полей, веками принадлежащих местным племенам Боди, Мурси, Сури, Досанич, Хаммер, Кара и другим, будут затоплены, другая часть высохнет. Комитет Всемирного Наследия ЮНЕСКО, провозглашенные экологические организации разных стран мира выступают против пуска электростанций, которая грозит разрушить экосистему в низовьях реки Ома, привести к изменению климата и образа жизни 200 тысяч коренных жителей. Они отличаются от обычных эфиопов. Городские считают их дикарями, ведь члены племен до сих пор уродуют свою кожу шрамами, обмазывают тело глиной, вставляют в губу диски, удаляя передние зубы. Они поддерживают традиции кровной мести, их мальчики становятся настоящими мужчинами только после убийства врага. Их мужчины, обнаженными, с редкостной жестокостью бьются на длинных шестах. Они покупают Джон за 25 коров и автомат Калашникова. Найти Калашников не проблема. Оружие нелегально поставляется из Южного Судана. Проблема не иметь его. Надо защищать угодья и стада от враждебных соседей. Суданские топоса нападают на Сури. Кенийские туркана сражаются с Досанич. Эфиопские племена также постоянно враждуют между собой. У правительства в такой ситуации всегда есть повод для вмешательства с применением оружия. В регионе расквартировано 2000 солдат. Правительство силой изгоняет коренных жителей долины с их земель в новые поселки, выделяя по полгектара земли на семью. Но у каждой семьи в среднем по 50 коров-кормили, с которым нужны пастбище. Скотоводы и земледельцы, те, кто не могут противостоять властям, вынуждены покинуть свои земли. Другие воины прячутся в лесах и горах с оружием. Пастух Сури жалуется. Они отвели воду на свои плантации и нашим животным нечего пить. Не говоря уже о нас. Коровы дают меньше молока и иногда нам приходится пить только кровь. Для того, чтобы добыть кровь коровы, вену на ее шее прокалывают стрелой, выпущенной из лука с близкого расстояния. Под бьющую струю подставляют чашку, выдолбленную из тыквы. В это время воин гладит корову-животного, извиняясь за причиненную ему боль. Тогда набирается нужное количество крови, ранку замазывают глиной. Это старый обычай, от которого коровы якобы не страдают. Животное это святое. Правительственный план предполагает переселение людей в новые деревни, где у них будет возможность и обучаться, и лечиться. Пытаясь заставить замолчать противников программы, правительство заявляет, что ошарашиваемая водой из омы плантации хлопка, орошаемая сахарного тростника и кукурузы дадут 150 тысяч рабочих мест для коренных жителей. И многие из них действительно начинают работать за 30 евро в месяц. Потому что выбор невелик или изгнание с земель, или работа на плантациях, где хотя бы можно заработать на корову, на кровь и молоко. Текст подготовлен Норманом Спайне, публикуется в журнале «Вокруг света» в октябре 2013 года. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!